Да, это замечательно. Я хотел бы просто акцентировать внимание, что мы говорим о выборах в Одессе. Одесса это не очень простой город со своей историей, со своим особым отношением к юмору, и в общем в такой непростой, тяжелой политической ситуации и так далее, которая есть в городе, масса курьезных случаев и ситуаций, которые связаны с выборами. Вы знаете, получил массу удовольствия. Большое спасибо Алексею за упаковку. Открывается форточка, а там мы. Выходите, мы будем с вами общаться, вы тут как белые медведи. Замечательная упаковка. 19-й мажоритарный округ в городе Одесса. Старая Одесса. Двор. Так случилось, кандидат в депутаты городского совета приходит на встречу. Одесситы, открытые люди выходят на встречу и говорят о наболевшем. Да, вот какие у нас проблемы. Ну, ЖКХ, понятно, все, говорят только об этом. Ну, вот у нас есть деревья. Ветхие деревья никак убрать не можем, денег стоит. И уходит этот депутат. Но на беду этого, собственно говоря, двора, тут же заходит второй депутат. Так получилось, встреча буквально интервалом в два часа. Те же одесситы, разогретые, уже понимают, как надо общаться, вываливают на него эту проблему. Утро. Слушайте, это песня. Две бригады, которые приехали валить деревья, сталкиваются в варочном проходе. Короткая дискуссия, на повышенных тонах, все как положено. Одна бригада растворяется, вторая, победившая, отстоявшая, так сказать, право облагодетельствовать двор, вваливается в варить дерево. Одесситы честно предупреждали, дерево ветхое. Ребята, цепанули. Здоровенное, столетнее дерево падает на железный забор, двухметровое ограждение площадки, полностью его уничтожает. Этот забор простоял с 80-х годов, восстановить его, наверное, уже невозможно. Бригада в шоке. Исчезает на сутки, дерево лежит. После этого они появляются, пытаются что-то с ним сделать, опять растворяются. И вот на этой площадке, это не конец истории, самое интересное, появляется изгнанная бригада. У них появился шанс реабилитироваться. Красота. Мы сейчас, вот мы-то сможем, мы-то сделаем. Но они не пошли разделывать это дерево, которое лежало, это неинтересно. Они нашли другое. Поверите, история потрясающая. Дерево падает на веранду, вышибает крышу, обрывает провода. Да? Бригада в шоке, немая сцена. Это, я еще раз говорю, история невыдуманная, реальная правда. Можете посмотреть останки этой деятельности еще в этом дворе. Меня, как кандидата в депутаты ассоциалистической партии, пугает только одно. Я не боюсь ни прессингов, ни давлений. Я боюсь идти в этот двор, третий раз общаться с избирателями. Если они мне пожалуются на трубы, а у меня в руках окажется гаечный ключ, я боюсь, это будет последним моим жестом, вообще осмысленным, да, если я начну решать этот вопрос. Говорю это, это на самом деле смешно, но не очень. Мы заигрались, да, мы начинаем, мы, я имею ввиду людей, которые пытаются прийти в горсовет, кандидатов от разных политических сил. Почему мы считаем одесситов глупее, жаднее, чем они есть на самом деле? Это люди, которые все видят, понимают. Правильно сказал Сергей, и также это подчеркивал Алексей. Одессит выслушает, получит те блага, которые ему дают сегодня. Ну, грех отказаться, раз такие у нас доброходы появились. Но проголосует так, как он хочет. И, собственно говоря, только из-за этого нашей политической силой было принято решение не заниматься вот таким откровенным популизмом и подкупом избирателей, а просто прийти и заявить о том, что, ребят, ну, вот действительно, я, это вот мой предвыборный лозунг, я не строю детские площадки в ноябре месяце. Я не понимаю, зачем они нужны накануне зимы. Я адвокат, я считаю, что как юрист я могу прийти в Горсовет и сделать так, чтобы те службы, которые должны, собственно говоря, работать 4 года, день в день, чтобы работали эффективно. Вот это задача нас, как депутатов, ну, будущих депутатов Горсовета. Спасибо.